Всем привет! В предыдущих выпусках мы уже не раз говорили о том, что казахстанцы беднеют. И это правда. Нынешняя рекордная инфляция сильно повлияла на благосостояние граждан. Ведь цены растут гораздо быстрее зарплат. И с такой проблемой столкнулись не только люди, но и само государство. Госдолг тоже растет, а главная копилка в виде нацфонда стремительно пустеет. Похоже, уже пора бить тревогу, иначе скоро мы лишимся своей подушки безопасности. Почему так происходит и как вообще распределяются деньги внутри государства? Расскажем в этом выпуске. Поехали! Президент Казахстана уже не раз обращал внимание на состояние нацфонда и призывал экономить эти резервные деньги. В последние годы сложилась устойчивая практика трансфертов, когда дефицит бюджета покрывается за счет денег из нацфонда, а бюджету не хватает денег всегда. Причем суммы здесь огромные. В 2020 году из-за пандемии трансфер составил 4,8 триллиона тенге. В следующем 4,5 триллиона. В 2022 году правительство запросило 4,6 триллиона тенге. Причины понятны. Все эти годы были действительно нелегкими. Конечно, это очень дискуссионный вопрос. Почувствовали ли казахстанцы эффект от этих денежных вливаний, так как путь из нацфонда до бюджета, а далее до профильных ведомств и конечных исполнителей очень длинный. И будем честны, довольно коррупционный. Но это тема для отдельного выпуска. На этот год изначально был заложен относительно скромный трансфер из нацфонда – 2,2 триллиона тенге. Таким образом, правительство хотело выполнить поручение Касымжумарта Тукаева по сокращению трат. Но на днях в Сенате пересмотрели бюджет на ближайшие годы. И депутаты решили его увеличить и взять из нацфонда 4 триллиона тенге на этот год. То есть, фактически вернулись к тем же тратам, что и в предыдущие годы. Очевидно, что сэкономить в этот раз не получилось. При этом фонд действительно быстро тает. За последние 8 лет средства уменьшились с 73 до 57 миллиардов долларов. А происходит это из-за того, что расходы растут в 2 раза быстрее доходов. Кроме того, фонд пока имеет очень скромную доходность. За последние 10 лет она составила всего 1,6% годовых. В то время как у аналогичного сингапурского фонда 6,4%. У норвежского 7,5%. На этом фоне стоит напомнить, что скоро начнется начисление половины инвестиционного дохода нацфонда детям. Глядя на нынешние цифры, на этот механизм не хочется возлагать большие надежды. Но стоит помнить, что глава государства дал поручение увеличить активы нацфонда в 2 раза в ближайшие 7 лет. До 100 миллиардов долларов. Каким образом это поручение будет выполнено, пока непонятно. Что сыграет большую роль? Доходность или экономия? Здесь давайте проведем небольшой ликбез. Раз уж нам пообещали прямые деньги из государственной копилки, то неплохо было бы понять, как она устроена и откуда там деньги. Во-первых, для чего нужен фонд? У него есть 4 основные цели. Это обеспечение стабильного социального экономического развития страны, накопление средств для будущих поколений и снижение эффекта от неблагоприятных внешних факторов. В общем, это резерв на черный день. Будь то пандемия или конфликт в Украине. Все эти события сильно бьют по мировой и казахстанской экономике. Нацфонд и бюджет тесно связаны между собой. А еще их объединяет прямая зависимость от состояния нефтегазового сектора. На природных ресурсах государство зарабатывает двумя путями. Первый – это налоги. Все добывающие компании обязаны делать налоговые выплаты. И эти платежи направляются прямо в национальный фонд. Среди них КПН, налог на добычу полезных ископаемых, рента и так далее. Вообще, весь нацфонд в основном пополняется за счет нефтегазового сектора. Также есть экспортные таможенные пошлины на ресурсы. Например, сырую нефть или нефтепродукты. Но эти поступления уходят сразу в республиканский бюджет. Поэтому мы сильно зависим от мировых цен на нефть и постоянно ищем новые рынки сбыта. Например, в этом году активно прорабатывается маршрут в Германию по трубопроводу «Дружба». Там пока все идет не очень гладко. Но Министерство энергетики от своих планов не отказывается. Куда идут эти нефтяные деньги дальше? Когда бюджету не хватает денег, дефицит покрывается за счет гарантированного трансферта из нацфонда. Это как раз те триллионы, о которых мы говорили ранее. Есть еще целевые трансферты. Решение о их выделении принимает президент. И эти деньги направляются на финансирование неокупаемых, но социально значимых проектов. Это, например, различные антикризисные программы. Когда в стране все более-менее стабильно, целевых трансфертов может и не быть. К примеру, с 2018 по 2020 год они не выделялись. Деньги из бюджета направляются напрямую в профильные ведомства. Больше всего государство тратит на социальную помощь, образование, здравоохранение, общественный порядок, коммуникации и ЖКХ. Все это нужные вещи. Но если копнуть глубже, можно найти и очень спорные статьи расходов. Например, тот же проект ЛРТ в Астане осуществляется за счет бюджетных средств. Изначально планировалось по-другому. И государство надеялось привлечь инвесторов. Но после череды скандалов и громких коррупционных дел никто из инвесторов, видимо, связываться с ЛРТ не захотел. Как итог, на проект из бюджета уже выделили более 150 миллиардов тенге. И еще 50 выделят в этом году. В какую сумму ЛРТ обойдется государству в конечном итоге – большой вопрос. И как раз о таких вещах нужно говорить, если стоит цель максимально экономить деньги нацфонда. Да, денег в нем еще достаточно. Но Казахстану давно пора научиться жить по средствам и избавляться от ненужных проектов. При этом не забывая о своих обязательствах. Например, нынешняя зима показала, в каком состоянии находятся энергетические объекты и теплосети. То, что в них нужно вкладывать деньги, не вызывает споров. Конечно, проблема с казной гораздо шире. Ее усугубляет не только расточительность, но и неумелое управление активами. Нестабильная геополитическая обстановка и банальная коррупция. Плюс ко всему, есть и другая тревожная тенденция. В Сенате обратили внимание на резкий рост государственного долга. Процитируем депутата Шакарыма Бектугова. Если на 1 января прошлого года размер государственного долга составил 21,9 трлн тенге, то на 1 января текущего года сумма госдолга выросла до 25,3 трлн тенге, или на 15%. По оценке счетного комитета, к 2050 году увеличение госдолга может достичь 45% КВВП. Министр финансов Ярулан Джамаубаев назвал причины. Это высокий уровень глобальной инфляции и высокая базовая ставка. Но насколько ситуация действительно плохая? Здесь все зависит от экономики каждой отдельно взятой страны. Например, для нас цифра в 45% КВВП кажется критичной. В то время как в Японии, например, госдолг выше 200%. Для того, чтобы его покрыть, все население страны должно работать более двух лет, при этом отказавшись от всех потребительских трат. При этом экономика там еще не потерпела крах. Все дело в том, что финансовая система Японии очень стабильная. И несмотря на большой госдолг, страна остается привлекательной для инвесторов. В то время как в Греции, например, госдолг тоже превышает ВВП. Но для этой страны это очень болезненный момент. Резкое увеличение госдолга там привело к тому, что инвесторы начали терять доверие. В 2010 году страна была официально вынуждена просить финансовой поддержки от Евросоюза. А в 2015 году Греция допустила дефолт. Как думаете, какие реалии близки Казахстану? Японские или греческие? Это риторический вопрос. Потому что очевидно, что для нас величина госдолга тоже очень чувствительный показатель. И раз уж мы заговорили о деньгах, то вспомним, что у государства есть еще один кошелек. ИНПФ. В последнее время пенсионный фонд превратился в источник для кредитования экономики. Ранее мы рассказывали, что в этом году государство инвестирует 500 миллиардов тенге из ИНПФ в национальный холдинг Байтирек. Эти деньги холдинг планирует направить на кредитование крупных проектов в различных отраслях. А отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства. Это важно. И дальше мы объясним, почему. Нацбанки говорят, что Байтирек является надежным заемщиком на рынке ценных бумаг. Да, наверное, это правда. Если холдинг исправно возвращает деньги, то это характеризует его с лучшей стороны. Вот только насколько эффективно он распоряжался этими деньгами. На днях Байтиреку вынесли официальное предписание об устранении нарушений. Речь идет о двух организациях, которые входят в структуру холдинга – Банке развития Казахстана и Казахэкспорт. В их действиях нашли нарушение антимонопольного законодательства. А именно, банк занимался льготным кредитованием крупных инфраструктурных проектов. И для заемщиков, которые ранее уже получали деньги, создавались необоснованные преимущества. К примеру, они могли получать финансирование без банковской экспертизы. Отдельные проекты согласовывали в течение трех-четырех дней вместо положенных семидесяти. В то время как по другим проектам эта процедура затягивалась чуть ли не на год. Более того, проекты по госпрограмме должны были финансироваться государством наполовину. А БРК кредитовал одни проекты полностью за счет бюджета, другие – наоборот, на 100% из частных источников и по высокой ставке. В действиях Казахэкспорт также выявили признаки создания неравных условий для получателей господдержки. Для них устанавливали неравноценные встречные обязательства. Если говорить совсем просто, то создается ощущение, что в структуре холдинга государственные деньги раздавали своим. Причем делали это быстро и практически без конкурса. И вот в эту структуру хотят влить еще 500 миллиардов. Через какие организации их планируют раздать, пока неизвестно. Есть вероятность, что это будут все те же БРК и Казахэкспорт. Да, согласно предписанию антимонопольщиков, все нарушения должны быть устранены в течение месяца. А самому Байтиреку предписали устранить обстоятельства, способствующие таким нарушениям. Но все равно гарантии, что подобное не повторится с пенсионными деньгами, не может дать никто. Правда, есть одно ключевое отличие. Нынешние нарушения вряд ли всплыли бы наружу, если бы не проверка со стороны антимонопольной службы. А вот с деньгами из ДНПФ все как будто будет по-другому. Напомним, что отбор проектов и контроль за освоением Байтиреком пенсионных средств будет осуществляться на уровне правительства. Этот факт хотя бы немного, но обнадеживает. В этом выпуске мы привели несколько примеров того, как распоряжается деньгами государство. По многим моментам есть претензии. Поэтому сейчас каждому казахстанцу важно разбираться в этих вопросах, требовать отчетности и прозрачности. Если вы с этим согласны, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А у нас на сегодня все. Прощаемся с вами ровно на неделю. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!